Всем привет! Сегодня многими нелюбимые видео о косметике, о обзорах косметики и о новинках, которые я обычно приобретаю с интересом, либо то, что мне нужно, и с вами на камеру это все пробую. Гвоздями сегодняшней программы стали вот эти средства. За этим я гонялась очень долго по нашему городу и наконец-то нашла тот оттенок, который мне нужен, но я почему-то уже в нем очень даже сомневаюсь. Если вы еще не поняли, это тональная основа от Catrice, HD Liquid Coverage, если я правильно произнесла, и два консилера в разных оттенках, они представлены всего лишь, по-моему, в двух оттенках, это 0,10 и 0,20. Почему их у меня два? Потому что изначально я приобрела светлый оттенок, и, как оказалось, он для меня очень-очень светлый. Как вы видите, средство не очень жидкое и по цвету практически мне подходит. Чуть не забыла, перед тем, как нанести тональное средство, нанесу на одну часть лица базу под макияж. У нас же тестирование. Тональная основа ложится очень деликатно. Такое ощущение, как будто это вторая кожа какая-то. Я не знаю, как это объяснить, но как-то так. Все те обзоры, которые я смотрела на данную тональную основу, и мнение, которое там высказывали, я с этим мнением не совсем согласна. Тональная основа именно на моей жирной пористой коже очень заметна. Но я ее старалась наносить тонким слоем, за счет этого она не так заметна на моей коже. Какие-то несовершенства на моей коже, тональная основа перекрыла, но не на 100%, где-то процентов на 40%. Недостатки на своем лице я не буду маскировать, потому что я этого никогда в повседневной жизни не делаю. Потому что тогда у меня это все заметно, это все видно. Даже если очень деликатно это все делать, средства не совсем все перекрывают, и очень становится заметно, что я где-то что-то наслоила. Особенно если в жизни ко мне кто-то очень близко подойдет, то это очень даже заметно. Попробуем корректор. Светлый я не буду пробовать, потому что я его уже тестировала, и он для меня очень светлый. Корректор Liquid Camouflage. Он у меня раньше был в баночке, и он мне очень нравился, но со временем он почему-то стал похож на пластилин, и стал как-то скатываться в области под глазами, стал как-то наноситься не так, носиться. Я от него избавилась. Надеюсь, с этим консилером такого не будет, потому что покрывающая его способность просто стопроцентная. Но опять же, именно для съемки какой-то, для фото в жизни такое я уже не ношу. Хотя, если может быть сейчас попробую, и мне понравится. Я его нанесла, и как вы видите, у меня остатки еще остались на руке. Он настолько пигментированный, он настолько плотный, что даже то, что я нанесла, мне кажется, это перебор. Именно для жизни. Макияж готов. Остались два варианта губ, которые я подготовила для этого макияжа. Я сделала бордовые стрелки, тушь от Vivienne Sabo, бронзер, хайлайтер, румяна, и оформила брови. И два новых карандаша, которые я хочу сегодня вам показать. Это Essence и Catrice. Вот и все. Осталось посмотреть теперь, как продержится тональная основа, и как она себя будет вести в течение дня. Ну, а я вернусь к вам чуть позже. Я снова с вами. Прошло уже буквально три дня. Я эту тональную основу смешивала с светлым консилером от Catrice. Она все равно не становится как-то светлее. Все равно имеет розовый подтон. Наверное, в консилере тоже присутствует данный розовый подтон. Поэтому ничего не происходит. Сейчас весна, мы больше начинаем раздеваться. Конечно же, хочется какое-то средство, которое будет сливаться с нашей кожей. Как я вижу, на камеру не совсем видна разбежность в оттенках. Но поверьте мне, в жизни очень заметно, как мое лицо отличается от шеи. И кожа на лице преобладает каким-то розовым подтоном, что вообще, мне кажется, неестественно и не свойственно. Потому что видно, что на лице что-то нанесено, и видно, что это такое средство, что оно, наверное, дешевое. Дешевое не в плане цены, а дешевое качество. Я вообще в шоке, потому что, когда я смотрела обзоры, девочки так хвалили это средство. Я не согласна. Мне не нравится это средство. На камеру, для фото, мне кажется, это супер. Потому что кожа сглаживается, выравнивается хорошо. Но в жизни, где мимические какие-то морщинки, это средство, как и консилер, забивается в них. Нужно иметь очень гладкую и, наверное, молодую кожу, чтобы нигде, никуда ничего не забивалось. У меня, к сожалению, не такая кожа. И если у вас она тоже не молодая, вам уже за 30, это средство вам не подойдет. Тем, кому за 30 нужно иметь какое-нибудь средство довольно-таки пластичное, мне кажется, которое не будет никуда забиваться, которое будет подвижное на лице. На консилере заявлено, что он водоустойчивый. Так вот, со спонжиков он смывается на раз, два, три. Я не знаю, что будет, если попасть под дождь, именно под ливень. Мне кажется, это все смоется и останется на одежде. Эти средства помогают хорошо выровнять тон, они именно замазывают тщательно все. Но я хотела средство на каждый день, хотела что-то более-менее легкое, но это не то средство, которое я буду использовать на каждый день. Жаль, конечно, что оно мне не подошло. Я лично не советую консилер и это тональное средство для использования в повседневной жизни. Если вы увлекаетесь макияжами, вы любите экспериментировать и для каких-то фото-видеосъемок, это средство как альтернатива каким-то другим, более дорогим. Если вы ничем таким не увлекаетесь и вам нужно, как и мне, средство на каждый день, средство, которым вы можете просто вот вдоль и поперек пользоваться, которое просто будет выравнивать тон, ничего не замазывать, как замазка, а именно выравнивать тон, то эти средства вам не подходят. И если вы, конечно, знаете какие-нибудь подобные средства, легкие, посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. Я очень буду рада вашим каким-то советам и отзывам. Ну и также пишите, может быть, вам понравились какие-нибудь средства из того, что я показывала. Может быть, вы просто имеете свое какое-то мнение на этот счет. А я с вами прощаюсь, увидимся в каких-нибудь следующих роликах и пока-пока. Чуть не забыла, перед тем, как нанести тональное средство, конечно же, ну на...